Конкурс собрал на одной сцене представителей творческой молодежи со всей области. В программе второго отборочного тура более сотни номеров. Солисты и ансамбли в трех возрастных категориях. Такое деление оправдано и позволяет оценить мастерство участников объективно. Ведь сделать это действительно непросто. Конкурсанты настроены решительно и стремятся продемонстрировать максимум своих возможностей. Хотя и признаются, что выступать всегда волнительно. Вокалом я занимаюсь лет 7. Мне нравится выступать, но иногда мне бывает очень страшно. Когда я выхожу на сцену, то у меня страшно. Я уже не первый год выступаю, поэтому у меня не такое большое волнение. Я в таких конкурсах именно патриотической песни вроде бы только второй раз участвую, но мне очень нравится. Ну и в принципе я не волнуюсь сильно. К общим критериям определения победителя относятся исполнительское мастерство, музыкальность, художественная трактовка, чистота интонации, качество звучания. Однако члены жюри признаются, что порой разобрать номер, что называется на составляющие, сложно. Он или трогает, или оставляет зрителей безучастными. И это тоже важно принять во внимание при выставлении оценки. Лично для меня, если тронет за душу песня, она да, она проходит дальше, и я ставлю высокие баллы. Хотя дети все талантливые, можно сказать, что очень на высоком уровне проходит конкурс. Они поют патриотические песни, песни военных лет, песни про своих дедушек, песни про уже мирную Беларусь. На самом деле, накажутся слезы от той войны, которая была. И действительно наша задача не допустить новой войны. И хорошо, что молодежь и дети помнят про это, и знают эти песни, и поют их в хорошем качестве. В зале за выступлением юных талантов наблюдали представители групп поддержки, родители и педагоги. Они признаются, без переживаний такие мероприятия не обходятся. Однако эмоции, которые испытывают начинающие артисты, выходя на сцену, того стоят. Для них самое важное – это не победа, и не первое. Это все-таки относительно, очень относительно. Потому что сколько людей, столько мнений, категорий и столько нюансов вокальных. И поэтому для них это прежде всего должен быть опыт. И вот когда есть опыт, и он как багаж накапливается, все складывается в дальнейшем очень хорошо. Итогом большого конкурсного дня стал гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей. Организаторы, в числе которых Брестский обл. исполком, университет имени Пушкина, а также областная филармония, отмечают. С каждым годом растет и уровень участников, и их количество. Что, несомненно, прибавляет работу жюри, но вместе с тем и радует. Значит, форум набирает популярность и имеет все шансы стать еще одним творческим брендом региона. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.